Говорим, да, доброе утро, дорогие друзья, как раз все подключились у нас и участники на фейсбуке. Значит, сегодня седьмого Адара, сегодня Йорцайт Машарабену, годовщина смерти и день рождения Машарабену, он прожил 120 полных лет, 120 полных лет, и когда мы вот в Йорцайт, годовщина смерти, когда мы в этот день говорим для поднятия души кого-то, то мы надеемся, что духовная сила, которую мы вкладываем в заповеди, в изучение Торы, она поможет душе приблизиться к душе Машарабену и ко Всевышнему, что там есть какие-то нити уровни постижения духовности. Но Машарабену, он на самом высоком уровне, то есть выше, чем Машарабену, я не знаю, может быть, Авраам Эцкак и Яаков, может быть, про отцы, может быть, Адам Решон, первый человек, которого Бог создал, с которым он соединился. Но, в принципе, Машарабену, то, что он сделал, и вся та Тора, которую сейчас мы изучаем, и которая, в принципе, весь мир, весь мир, он создан по Торе. Вот даже если вы посмотрите, там тоже христианство, оно же возникло на базе, где оно возникло? В Иерусалимском храме, оно возникло в, значит, оно возникло в Израиле, в Иерусалиме, правильно? То есть где оно возникло? Мусульманство, да, мусульманство возникло, Мухаммед, он был женат на, у него есть жен, было, по-моему, три еврейки, и он учил Тору о Боге, он учил от евреев, вокруг его населяли, он находился постоянно в контакте с евреями, и он получал от них знания о Торе, То есть если Коран, в принципе, он с Торой совпадает, там, на 90% по описанию тех событий, просто он идет другими словами. Поэтому на Торе, Торат Моше, Тора, которую Моше получил от Бога, то есть его восприятие и передача божественного знания, он был передатчик конкретный, Его называют, у Санатора, чистое аспаклярие Амейра, чистое стекло, через которое Бог трансформировал вот это вот бесконечное, так же, как Бог бесконечен, и мироздание бесконечное, которое мироздание отражения Всевышнего. И спрессовать это в конечные слова, в конечные какие-то формулы, в знания, которые мы теперь можем изучать, это была, конечно, невероятная, невероятная роль, которая была у Машера Бейну. Аллава Шалом, говорится, что был на нем Шалом. И, значит, вот сегодня его Йорцит. Хорошо, значит, и мы приближаемся к Пуриму, будет у нас скоро совсем будет, 14-го числа будет Пурим, 14-го и 15-го в Иерусалиме, значит, и очень такой важный, от Пурима будет потом 30 дней до Песоха. И у меня еще есть личная моя дата, Юд Алиф Баадар, это Йорцит моего отца, который ушел год назад, значит, первый Йорцит, чтобы был Алилу Нишамаборух Бен Аврам. И, значит, все, мы сегодня начинаем читать. Да, начинаем читать. Поехали. Ваасита Этмииль Айфот Клильт Хелет. Значит, у нас в сегодняшнем отрывке описывается одежда первосвященника. Значит, первосвященник это был главный, можно сказать, передатчик, который взаимодействовал со святостью. То есть, есть божество, вот представьте себе, есть Бог бесконечный. Ну, как это представить? Ну, вот просто представьте, что есть что-то, Солнце, только Солнце это маленькая песчинка в божественной энергии. Представьте себе, все мироздание, это маленькая песчинка, вся Вселенная, это маленькая песчинка в божественной бесконечности. То есть, если вселенная это песчинка, то Бог бесконечный относительно этой вселенной. То есть, ну, просто чтобы как-то, знаете, поговорить об этом. И вот этот бесконечный Бог, Творец Мироздания, он в этом мироздании, на планете Земля, он больше всего проявлялся вначале в Мешкане, а потом в Иерусалимском храме. То есть, это было место его проявления в этом мире, максимального проявления. Теперь он проявлялся, естественно, в каком-то формате, да, в каком-то проявлении, которое было, оно было намного выше, чем все, что есть в этом мире, но оно было намного ниже, чем, естественно, все, что есть в духовном мире. Потому что материальный мир относительно духовного мира, это, ну, даже тоже невозможно найти сравнение, да. Например, мы возьмем, как вот счеты такие, представьте, деревянные счеты такие, старые, как раньше считали в магазинах, хочу знать, эти деревянные счеты. И какой-то суперкомпьютер, да. Вот, ну, это же и то считает, и компьютер считает, но разница между ними огромная. Так вот, духовный мир и материальный мир, духовный мир, это даже не компьютер, это квантовый компьютер, это, а духовный мир относительно Всевышнего, да, который его создал, это просто тоже вообще ничто. То есть, и вот этот Всевышний проявляется в этом мире, между крови, а первосвященник, это тот, который взаимодействует от этого мира. Он, например, в храме приносили, когда жертвоприношения на суккот, приносили за 70 народов есть в мире, 70 таких архетипов народов, и за каждый народ приносили жертвоприношения. То есть, это было, как бы, такое место, которое соединяло мир с духовным миром. И вот, значит, первосвященник, это центральный человек такой в этой, во всей системе, и сейчас записывается его 8 одежд. Я сейчас, опять же, мы сегодня остановимся больше на психологических аспектах этого всего, на психологических аспектах, которые мы можем здесь применять в своей жизни, чтобы сделать эту жизнь лучше, правильнее, чище. Но, если вы хотите глубже понять, как это все работает, естественно, вы заходите на ВАИКРА, на наш канал, и там есть видеоурок Рав Бенсон и Зильбера, которые знают всю ту урок. Там есть статьи, там есть видео, то есть, там есть, кто хочет в глубину идти, то есть, куда идти. Значит, пока мы считаем простой смысл и попробуем понять психологически какой-то в этом смысл. Значит, у него будет верхняя одежда, будет она синего цвета. Значит, тут очень четко написано, что прорезь, которая вот здесь, с воротника, она, значит, будет, она будет тканная, там нельзя вышивать. То есть, ее как-то ткут особым образом, чтобы она была как кольчуга, переводят как кольчуга, и она не может рваться. То есть, запрещено ее рвать, прилагать усилия, то есть, она как-то соткана, вот эта верхняя часть, его воротник, что его нельзя рвать. А тот, кто... Дальше, вот этот вот его верхний плащ такой, да, который мыль называется, у него на краях будут гранаты такие, синего цвета и пурпурного цвета, и алого цвета. По краям идут, представляете, такие гранаты такие, и золотые колокольчики. То есть, гранатик, колокольчик, гранатик, колокольчик, золотые маленькие колокольчики. И он, когда идет, идет такой звон, представляете? Значит, эти золотые колокольчики, эти гранаты, гранаты имеются в виду как плод гранат. Они идут по краям его вот этого вот сотканного такого верхнего одеяния. И значит и будет это на Ароне Первый первосвященник это был Арон Брат Мошарабейну Чтобы он там служил Роль его все равно первосвященника Это делать службу Божественную службу Чтобы он там служил И будет слышен его голос Когда он будет входить в святая святых перед Богом И когда будет оттуда выходить И не умрет Вот это вот очень важная фраза На которую я хотел бы остановить внимание То есть чем ближе ты находишься к святости Тем это опасней Это царь Соломон говорил Такую вещь что Будь слишком праведником И не слишком умничай Это он говорил в Каэлите Зачем тебе остаться одному Еще он говорил В конце первой главы Каэлита Что Морбе Морбе хохма Морбе каас Тот кто умножает Хохму Божественную мудрость Да Тот кто узнает больше Больше вот этой святости Да Он узнает это 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 Он умножает гнев В Иосиф даат И тот кто добавляет познание Иосиф маков Он добавляет Добавляет боли Что это значит А это значит Что вот Человек Который Находится в этом мире Он находится в этом мире Всевышний так сделал Что мы в этом мире Руки Ноги Кожа Нужна одежда Тут тебе холодно Там землетрясение Там дождь Болезни Эпидемии То есть это все Всевышний сделал И вот человек Он поместил в такое В такую неблагоприятную среду Можно сказать Да Есть люди Которые злодеи Есть дети и животные Есть насекомые То есть он Ну такой сделал Мир себе Достаточно опасный И что И в В человеке Есть божественная душа Да Божественный свет Теперь И этот божественный свет В его проявлениях Таких материальных Дает любовь Добро Дружбу Такие хорошие отношения Можно любоваться Рассветом Закатом И писать стихи Там Или получать удовольствие От этих стихов То есть он С одной стороны Сделал мир Такой Все более Более Опасный Уплотняющийся В сторону В сторону Такой вот Материальности И В конце концов Человек умирает От него остается Горска пепла Да А с другой стороны Человек может Подниматься 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 До уровня Какого-то Пророчества Там вообще Ну то есть До очень высоких уровней Духовного наслаждения Но если Разрывается связь Между материальным И духовным То человек умирает То есть Когда человек Он слишком Уходит в сторону Духовного То он Умирает Физически Фактически Да То есть Получается Это очень интересная вещь Материя Без души Она мертвая Духовность Без материи Она тоже мертвая Относительно Материальности Да То есть Духовность Она Которая Оторвалась От материи Это уже Духовный мир Там Ангелы Души И так далее Она тоже Не существует В этом мире То есть Очень важно Найти вот этот Баланс Между духовным И материальным И этот баланс Он является В принципе В этой жизни Все Все К чему надо Стремиться Это вот Эта вот Золотая середина Баланс Баланс во всем Чтобы не было Разбалансированности Чтобы не было Перекосов Чтобы не было Разрывов Да Каких-то Да Раз Как сказать Вот Бизнес рушится Когда есть Разинтеграция Да Когда есть Разбалансированность Человек рушится Когда у него Какие-то процессы В организме Они разбалансируются Нарушается баланс И самое главное Это держать баланс Между материальным И духовным Между Физическим Усилием Напряжением И Расслаблением Между работой Органов И так далее Во всем важен баланс И вот Первосвященник Который был на границе Между духовностью И материальностью Если Прямо Тора Всевышнего Предупреждает Говорит Если у него будет Что-то Любое нарушение В его одежде В Илой Амуту Он может умереть Все Во втором храме Первосвященники Когда заходили Святая святых Их привязывали Веревкой за ногу Потому что За там 300 лет 420 лет Стоял второй храм Первые Первосвященники Были еще Которые видели Пророков Которые были Еще такие Олдскульные Первосвященники Они там были По 20 По 30 лет Заходили Выходили А потом Когда первосвященники Стали покупать Эту должность И когда пошла Политика То каждый год Первосвященник умирал Иногда два раза В году умирали То есть было За 300 Там с чем-то лет Было более 300 первосвященников Сменилось Потому что Они вот это Видно не учили Они могли тоже Даже Тору не знать Он значит Коэн Коэн Купил себе Первосвященника Звание Купил Зашел Умер Все И сделаешь Такую пластинку Золотую Из чистого золота И значит И написано На ней будет Святость Для Бога Така у него была Вот тут вот Золотая Табличка Сверху Тюрбан Какие-то Специальные Там были Завязки Особенные Там очень Очень сложно Завязанные Особенные Завязочки И вот Дальше написано И положишь Птиль Тхелет Синяя нитка Будет Проходить Через Эту Историю Это все На лбу Значит Вая Альмец Арон И будет Он на лбу У Арона И В общем Все это Очень было Непросто С этими одеждами Было У Койна Гадоля У первосвященника Было 8 одежд И если у него Было хоть Какое-то Нарушение В одежде Он умирал Вот вам и работа Хотели бы Такую работу Если у вас Знаете Если вам говорят Смотри Вот твоя рабочая одежда На тебе Красивая Золотая С колокольчиками Со всеми делами Тут золото Там золото Но если что-то Ты не так одел Смерть Понимаете То есть Вот Когда люди Стремятся К какому-то успеху К каким-то там Особенным достижениям Обычно забывают Что Во всем есть Обратная сторона медали Этот мир Очень уравновешенный Если баланс Нарушается В одну сторону То это всегда За счет чего-то другого То есть Нет такого Что ты тут Растешь А тут не падаешь То есть Если ты чуть-чуть растешь У меня вот сегодня Было такое Прямо огромное открытие Как объединить Вот эти вот Две противоположности С одной стороны Стремление оставаться В стабильности С другой стороны Стабильность не бывает Как только ты останавливаешься Ты начинаешь Разрушаться И умирать Теперь Если ты Развиваешься Ты нарушаешь стабильность Если ты Не развиваешься Тебе кажется Что есть стабильность Но она разрушается Сама Как здесь быть Вот здесь Как раз Ответ В главе Итро Не поднимайся По ступеням На жертвенник мой Чтобы не оголился Твой стыд На нем То есть по ступенькам Нельзя подниматься А как надо подниматься По чуть-чуть По чуть-чуть Плавненько Плавненько Постоянно Каждый день Расти По чуть-чуть Так Теперь значит Дальше Что у нас было После этого Описывается Опять же Одежда Поездом И так далее 8 было предметов На Ароне И значит Для сыновей Арона Для простых священников Им нужно было сделать 4 одежды Они бы одевались Попроще И нужно было Их одеть Арона Это сейчас идет Приказ Мошер Абейну Что ты Когда сделают Эти одежды Оденешь ты сам Арона Его сыновей И значит Помажешь их Особым маслом Помазания Да Откуда пошло Это масло помазания Вот отсюда И осветишь их Служить мне То есть Было специальное масло Вот это тоже Большая загадка А зачем это все Вот у меня Большой вопрос Зачем Всевышний Сделал все это Так сложно Чтобы Чтобы вот эти все Одежды Вот это все Платье Какие-то масла Составы И любое нарушение Смерть Значит Зачем это все Значит И будет Его потомство После него Сегодняшний отрывок Закончились Давайте Подумаем Зачем Нужно Всевышнему Было Вся вот эта Вот Театральная Театральная Вся эта история Красивая Яркая Яркая Каждая нитка Из шести Ниток Цвета Какие были цвета В хране Синие Ярко-синие Пурпурные Алые Белые Все лен Какие-то Золотые Нити Камни Драгоценные И Значит Омовение Все время Коину Нужно было Окунаться В Мику Очищающие Воды Специальные Мыть руки Мыть ноги Окунаться Там То есть Это был Такой сложный Ритуал Невероятно Сложный Ритуал Зачем Всевышний Это сделал Зачем И вот тут Этот же Вопрос Задает Нам Талмуд Не Талмуд Это есть Перте А вот Этот же Вопрос Вопрос Звучит Так Там Да Что Мир Сотворен Десятью Речениями Значит Мы знаем Что есть Десятью Речениями Бог Сотворил Мир То есть Было Десять Неких Формул Которые Состояли Из Бук Что Такое Речение Это Тоже Вот Очень Интересная Вещь Что Человек Он Из Чего Состоит Человек Из Мяса Из Таблицы Менделеева Из Воды Да Все это Вместе Это Как бы На Физиологическом Уровне Потом Человек Состоит Из Энергии Да Которая У него Вырабатывается То есть Он В Сюда Он Вкачивает Кислород Питательные Разные Вещества Водичка И Он Вырабатывает Энергию То есть Получается Что Человек Каждый День Он Перерабатывает Определенное Количество Материала Из внешнего Мира И Сжигает Его В своем Теле Прям Конкретно Сжигает То есть Человек Это Двигатель Внутреннего Сгорания Да То есть Мы Туда Кидаем Продукты Водичку Заливаем Кислорода Туда Внутри Какие-то Химические Вещества И Мы Постоянно Идет Процесс Химическая Лаборатория Выжигания Из материалов Из пищи Выжигания Энергии То есть Мы Опа И появляется Энергия Такая Двигается И дальше Вся эта Энергия Которую Человек Вырабатывает И вся Его Вот Эта Вот Двигательная Активность Направлены На реализацию Каких-то Слов То есть Мышление Человека Это слова Которые Он Если человека До 9 лет С ним не разговаривать Вообще Маугли Он не будет уметь Разговаривать Я даже слышал Что потом Не научится Что у него Если до 9 лет Не развились Речевые центры То он уже Не будет говорить Это не точно Но я это слышал Где-то Не могу сказать Что это точная информация Получается Все слова И те выражения И те мысли И те стремления И те установки И те названия Которые человек использует Ему дали Другие люди То есть Другие люди Ему В принципе Все Что человек Называет Собой Я Моя жизнь Мои воспоминания Мои желания Мои цели Все это состоит Из слов И выражений Которые ему дали Другие люди И сколько бы человек Не говорил свое Я Я Я Я Все его Я Это даже Я его Это только потому Что он русским языком Пользуется Потому что если бы Он родился в другом месте Он бы вместо Я говорил Ай Он бы говорил Все время Ай Знаешь ты кто Ай А ты кто А я значит Я не знаю как на других языках Я но На иврите Они Да Они Ты кто А ты кто Я А ты кто Ай Вот значит Встретились Три человека Они Я Я Я Я Я Ай Можно так Значит Их назвать И дальше На это Они Ай И я Надеты Все остальные Их высказывания Стремления И так далее Это тоже все Очень большой вопрос Это его или не его Но вся жизнь человека Это Вкладывание энергии Вот в эти вот Слова За которыми он дальше бежит Вот Талмуд говорит Что Бе Асарама Амарот Десятью Изречениями Был сотворен Весь этот мир И задается вопрос А что Бог не мог сделать Одним Изречением Можно же было сделать Мир попроще Представьте Были бы люди Не как люди Сейчас А как червячки Ну Почему нет Червяк Вы знаете В мире Насекомых Больше чем людей Намного Если взять Вес Удельный Насекомых И вес Людей И животных Вместе С птицами Со всеми Девами То Насекомых Больше То есть Из них 80-90% Живет Под землей Представляете Целый Огромный Мир То есть Эту Планету Населяют Больше всего Насекомых А не людей Так Теперь Так Почему же Бог Создал Десятью Изречениями А не одним Талмуд Отвечает Вот Вдумайтесь В ответ Это Пертьевод Мишна Пертьевод Для того Чтобы Дать Награду Для цадиков Которые Устанавливают И довыстраивают И улучшают Мир Который был создан Десятью Изречениями И чтобы Наказать Злодеев Которые Разрушают Мир Который создан Десятью Изречениями То есть Бог Он В принципе Весь этот мир Он создал Для того Чтобы люди В нем Могли Заниматься Духовной Работа Чтобы получить Награду Можно было Сделать мир Очень простым По какой-то Троичной Пятеричной Системе Бог сделал По десятиричной Системе Десять Значит Изречений Десять Пальцев Десять Всевышний Всевышний Так Сделал Этот Мир Теперь А вы Спросите Первый Наш Был Вопрос А зачем Такая Сложная Одежда Зачем Такой Сложный Храм Не Зачем А потому Что Потому Что Изначально Бог Создал Мир Таким Какой Он Есть То Храм И одежда Первосвященника Это Проекция Отражения Того Что Есть Духовных Мирах Поэтому Оно Вот так Устроено То Из-за того Что В мире Есть 5 Миллионов Видов Птиц Так Одежда У Первосвященника Многоцветная А из-за того Что В мире Есть Таблица Менделеева К примеру Она Есть Потому Что Есть В Духовном Мире Много Каких-то Лучей Каких-то Духовных Лучей И Оно Все Выросло Вот В эти Все Материалы Таблицы Менделеева Так Поэтому Значит Нитки Были Сплетены Священника Святая Святых Мешкан Храм Тора Это Проекция Духовного Мира А Духовный Мир Почему Такой Потому Что Всевышний Вот Этим Сделал Все Все Всем удачи Успехов Чтобы Было У нас Благословение Чтобы Божественный Свет Нам Осветил Все Темные Закоулки В Которые Блуждают Наше Сознание Да Чтобы Мы Поняли Наконец Зачем Всевышний Все Чтобы мы Служили Всевышнему И Значит Было нам Чем заниматься И заработали Награду И чтобы Мы Уже Так как Мы Выполняем Заповеди Учим Тору Чтобы Заслугу Того Что мы Делаем Всевышний Дал нам И каждый Знает Что ему Нужно Каждый Знает Что хочет Кому Здоровье Аминь Пусть Бог даст Вам Здоровье Кому Благополучие Тоже Аминь Чтобы Бог дал Благополучие Кому Семья Хорошая Пускай Аминь Кому Мир Всем нам Нужен Мир Потому что Когда нет Мира Все остальное Не работает Это полная Разбалансировка Полная Разруха И В отсутствии Мира Тяжело Тяжело Что-то строить Поэтому Прежде всего Молимся Что был Мир А уже Когда будет Мир Все остальное Будет Тоже Все Всем удачи Успехов И до завтра До завтра Счастливо Хорошего дня Продолжение следует